Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем Sims 2 и вы смотрите 28 серию. Добро пожаловать! Наша Франческа проснулась. Она у нас беременная. Наверное, у нее второй триместр, так как первый животик появился, самый маленький, и его практически не видно. Но, тем не менее, она уже одевает специальную одежду для беременных в Sims 2. Симки, когда узнают о том, что они беременные, когда у них наступает второй триместр, они сразу одеваются в специальную одежду, которая недоступна обычным симкам. Но, по-моему, эта пижамка всем доступна, но все равно в обычную свою одежду они одевают какую-то удобную одежду, как раз-таки, для беременных. Так, мы насыпали покушать нашему терминатору. У нас тут... Вот это наш дворецкий нам вот это приготовил поесть. Это какой-то позор и кошмар. Давайте мы отправим в ванну, принять в ванну нашу Франческу. Кстати, ванна-то чистая или нет? Мне что-то кажется, что она грязновата какая-то. Как вроде ржавчина здесь. Наверное, мне просто кажется. В общем, у нашей Франчески все отлично с потребностями. Блин, и у нас только 23 часа... В общем, да, ночь у нас, полночь практически. Я думала, что наша Франческа, когда проснется, пригласит друзей. Даже закрепила ей желание, чтобы она пригласила кого-то в гости. Но, к сожалению, ночью к нам никто не придет. Вот. Дело в том, что у нашей Франчески потихонечку стали теряться друзья. Мы уже не дружим... Ну, плохо дружим с Христофором. Практически его потеряли в качестве друга. И нам нужно улучшить наши отношения с Мишель. Потому что без друзей, к сожалению, в Sims 2 повышение получить невозможно. Так что придется нам постараться. Давайте мы пока закрепим ей действие поиграть на компьютере. Давайте поиграем в Sims. Кстати, можно отправиться в магазин и купить какие-нибудь еще диски, чтобы мы могли играть в другие игры какие-нибудь. Не только в Sims, не только в гоночки. Или я не помню, во что там еще Симы играют. Ну, в общем, игр и полно разных. Только нужно к ним покупать в магазине диски. Я хочу, чтобы у нашей Франчески стало платиновое настроение. Или я не знаю, как это правильно называется. Панель счастья. Ну, в общем, чтобы вот это было не золото, а платина. Потому что я хочу немножечко откатить ей возраст. Есть в Sims 2 такая штука, которая называется зелье молодости. Но ее нужно пить только в очень хорошем настроении. Иначе эффект будет, наоборот, противоположным. И Симка у нас постареет. Так, давайте мы пока соберем семиллиончики. Потому что теперь у нас есть дворецкий, который с нас будет, я думаю, брать кругленькую сумму. Я в прошлой серии не обратила внимания, сколько он с нас взял. Но я думаю, что лишние деньги нам все равно не помешают. Скоро ребеночек родится. Я еще не обставляла комнату. Вот это будет комната нашего малыша. Я думаю, что ни одного малыша. Хочу как минимум двоих детей. Может быть, даже троих. Ну, вот насчет троих не знаю. Но двое точно будет у Франчески с Велорумом. Поэтому комната, я думаю, что просторная. Для них будет достаточно места. Но маленькому малышу в Sims 2 нужно очень много всего. Это вам не в Sims 4, где в Sims 4 сразу кроватка дается. И все, больше малышу ничего не надо. В Sims 2 нужна кроватка. Нужен пеленальный столик. Нужен горшок для ребенка. Нужны развивающие игрушки. Ну, в принципе, все как в жизни. Так, Франческа, давай-ка ты у нас сходишь в туалет. И что мы у тебя будем еще повышать? Я хочу, чтобы ты играть в Марко Поло. Боже, что это за игра такая? Играть с Терминатором и рассказать об увлечении. Терминатор, ты у нас выспался вроде бы? А, ты уже проснулся, котик ты наш. Давай. Давай-ка ты сходишь в туалет пока. Давай сходишь в лоточек. Потому что унитаз у нас занят. И вы немножко поиграйте со своей хозяйкой. Потому что давно вы этого не делали. Давай, Франческа. Блин, ну что это такое? Ну, кошмар какой-то. Вонь повсюду. Не могу на это смотреть. А кушать-то надо. Загрузить ингредиенты. Это что такое загрузить? А, я помню. Мы вроде что-то покупали, да, с вами? Почему я все не могу загрузить? Ну, давайте по одному загружу запас продуктов. По-моему, у нас, ребят, еда закончилась. Я помню, что мы покупали еду, когда были в магазине. Подкрепиться. Ну, давайте мы съедим чипсы и будем наде... Вообще, беременным чипсы нафиг надо. Давайте, в общем, выпьем стакан сока. Тут есть шампанское. Ну, я думаю, что теперь Франческе не стоит его пить, так как она узнала о том, что она беременна. И, в общем, блин, ну чё ж ты пришла в эту вонючую кухню. Взяла бы себе сок и пошла бы пить, я не знаю, в гостиную, в спальню, да хоть во двор. Тем более, уже весна и всё отлично. Как можно сидеть? И меня бы уже 300 раз бы стошнило. Я помню, когда я была беременна, у меня был такой ужасный токсикоз. Я первые два триместра вообще не выходила на кухню. Да, вот я до 20-й недели вообще не появлялась на кухне, потому что меня просто тошнило. Я туда не могла зайти. Меня вообще от всего тошнило, но от запаха кухни тем более. Даже если там не было никакой испорченной еды, всё равно тошнило. Я не представляю, как Франческа сидит в этой гадости, всё вокруг воняет, летают какие-то мухи, она сидит, выпивает себе сок. Может быть, у неё мальчик? Вообще, просто говорят, что если женщина беременна мальчиком, то типа токсикоза нет. А если... Тьфу, наоборот, не так я сказала. В общем, если у женщины, ну, примета такая. Ну, в общем, говорят, что это бред, конечно, но у меня совпало. Говорят, что если беременна мальчиком, то нет токсикоза. А если беременна девочкой, ну, вообще, если девочка родится, то есть токсикоз. Ну, вот у меня был ужасный токсикоз. Смотрите, как она беременная выплясывает. Ничего себе, давайте мы стены поднимем, чтобы покрасивее было. Ну, ты даёшь-то, танцор ты наш. А Терминатор вообще в шоке от того, что вытворяет его хозяйка. У нас тут желание с котиком, да, поиграть с Терминатором. Ну, сейчас она дотанцует, наш котик дофигевает. Терминатор, давай, повернись. Ой, Велорумчик проснулся, в общем, вся семья в сборе. Давайте мы покормим, а, поиграем. Давайте поиграем. Франческа, потом дотанцуешь, у тебя просто желание поиграть с Терминатором. Ну, в общем, вперёд у нас опередил Велорумчик и решил поиграть. Велорум, как тут твои дела? Он выспался, только кушать хочет. Велорум, я не вообще, ты у нас хоть и не беременный, но на кухню лучше не ходи. Иди, иди работу поищи. Ты когда вообще работу найдёшь? Ходишь тут как-то непрекаянный. Польза это тебе ноль? Никакой пользы, только Терминатора помирать научила. А что ещё ты сделал в этом доме? Ну, 11 тысяч принёс, конечно, я не спорю. Он нам денюжки кое-какие принёс. Но нужно его обязательно устроить на работу. Так, индустрия игр. Дайте мне уже образование. Я хочу, чтобы Терминатор, ой, чтобы Велорум у нас пошёл в образование. Приключения. Да какие приключения? Это, мне кажется, как специально, как назло, не дают нам нужную карьеру. Так, Терминатор у нас кушает, тусовка. И, видите, не отвлекает его Франческо. Ждёт, пока наш котик докушает, а потом уже будет с ним играть. Кулинария. Ну, кошмар какой-то. Сейчас не будет у нас образования. И ещё один день будет тунеядничать наш криминал. Ну, вот ещё криминала ему не хватало. Изучить мастерство свахи. Сори, а как это делать? Отношения с окружающими – важная часть жизни персонажа. Поэтому так ценится способность перемирить тех, кто в ссоре. Изучить это умение вы можете с помощью книжного шкафа. Ребят, мы бомжи. А, нет, мы не бомжи. У нас есть книжный шкаф. А как это изучить? Мастерство свахи. Ну, давайте изучим. Мне просто интересно. И вообще, какие потом будут действия. Ой, нет, нет. Детскую книгу мы читать не будем. Мы будем изучать мастерство. Нету мастерства? А, вот. Изучать мастерство свахи. Станет свахой наша Франческа. И, наверное, будет Христофора, Гертруду сводить. И остальных всех своих друзей. Но я думаю, что пока она беременна, ей можно себе позволить всякую фигню поизучать, что такое? Ты не хочешь изучать мастерство свахи? Ну, ты даешь. А, тебе куст мешает. Кошмар, какое-то денежное дерево у нас тут стоит. Или, наверное, вот это не дает ей изучать мастерство свахи. Эх, ты дерево какое. Из-за тебя мастерства-то не выучишь. Давайте отправим еще раз, попробуем. Может быть, выучит? Или все-таки то дерево мешало? Что, не можешь изучать? И то тебе мешает? Да, дерево ей мешает. Но это вообще какое-то непонятно. Ну, почему оно ей мешает? Я не знаю. Ладно, давайте так попробуем. Оказывается, чтобы изучать мастерство свахи, препятствий на пути не должно быть никаких. Я надеюсь, что это не просто действие. А потом мы сможем что-нибудь с этим действием делать. То есть, с этим навыком. Если мы изучим мастерство свахи, может быть, мы сможем кого-нибудь свести. Было бы прикольно, потому что у Франчески много друзей. У нас есть две подружки. Алина и Гертруда. И еще друг Христофор. У нас еще есть подружка Мишель из индустрии игр. Но мы пока с ней не очень хорошо еще дружим. Я думаю, что еще все впереди. Играться он пошел. Я его отправила. Офигеть! Он одевает симку. Он играет в Sims 3, по-моему, да? Ребята, это, по-моему, реально это Sims 3. Ничего себе! А откуда в Sims 2 знали, как будет выглядеть Sims 3? Ну вот по роже симки. Я сейчас узнала, что это Sims 3. По городу, конечно, вообще непонятно, что это. Белорумчик, ты в Sims 3 играешь? Давайте посмотрим. Мне просто интересно, что это такое. Ну вот сейчас, когда он в кассе создавал симку. Все, не хочет играть. Ну, не хочешь, не надо. Иди давай в туалет. Я не хочу, Велорум, чтобы ты шел на кухню. Я вообще жду, когда придет этот долбанный дворецкий и все это поубирает. Потому что мне самой ничего не хочется делать. Я надеюсь, что он придет и поубирает. Так, терминатор вновь у нас отдыхает. Он не спит. Он просто лежит и ждет, что кто-нибудь нападет. И он будет отбивать очень героически, смело и отважно все атаки. Да, он у нас такой храбрый. Что бы мы вообще без него делали? Он, кстати, так и по-нормальному с дворецким не познакомился. Нужно будет это все дело исправить. Подружиться с Зоей. Что за Зоя и где мы ее встречали? Я не знаю. Так вот, ребят. Я же хотела нашей Франческе, чтобы у нее повысилось настроение, стремление до платинового. Вот. Сейчас она у нас пока что-то с чем-то. И чтобы было у нее сейчас зеленое настроение. То есть хорошее. Бывает еще лучше. Это золотое стремление. А вот платиновое самое лучшее. Не идет она сегодня на работу. Я хочу ей платиновое настроение. Потому что мне нужно ее немножечко омолодить. Дело в том, что по идее она через 9 дней должна стать пожилой. Но это как-то слишком рано. Вроде бы только первая беременность у нее. Я не хочу, чтобы она у нас становилась пожилой. О, пришел дворецкий. Давай, еды нам давай. Ну вот ты бы лучше поубирал. Все, он пошел готовить. Так, а велорум тоже пошел готовить. Нет, велорумчик, ты у нас потерпишь немножко. Ты у нас потерпишь. Да, пойди камин зажги. Я надеюсь, что ничего у нас не спалишь. Вот, а он теперь, видите, решил нас уже не полуфабрикатами кормить, а решил приготовить что-то посущественнее. Ну давай, готовь. Я надеюсь, что будет полезно. И главное, чтобы ты его не спалил. Вот, сковородка. Ну вот лучше бы ты без сковородки. Потому что сейчас до беды дойдет и будет какой-нибудь пожар. Так, давайте посмотрим. Ну вот у терминатора все равно, к сожалению, к этому дворецкому только действие приласкать. Есть-то какие-то блинчики, что ли? Куда понес? Куда понес? Ты что? А, на улицу понес. Правильно, велорум. Выходи, поешь на свежем воздухе. Потому что дома такая вонь, что нужно есть только на свежем воздухе. Давайте, пусть выходит, кушает. Куда пошел? Куда вторую тарелку? Тоже сюда неси. Давайте, ребят, мы купим продукт... Че? А че невозможно? Используется. А, я уже сюда отправила велорумчика. Ну давайте мы сейчас для дворика где-то есть тут... Прямо так и называется. Блин. Ну так и называется для дворика. Или как-то оно на улицу. Прямо целый раздел такой покупки для... Ну ладно, я не найду. Поэтому я зайду прям в стулья. И хочу я купить... Вот точно такой же стул. Но где его купить, я, честно говоря, не помню. Ну вот я знаю, что должна быть такая штука, которая... Прямо вот как видите... Вот тут гардероб. Тут у нас товары для детей. Товары для праздника, для вечеринок. Тут... Твою, че-то я заплетаюсь. В общем, и должны быть также товары для дворика. То есть то, что мы можем поставить на улицу. Ну что-то я этого не вижу. Ладно, сейчас попробую на паузе поискать. Может быть, найду. Да, ребят, я нашла. Нужно было просто внимательнее посмотреть. Если мы переходим во вторую вкладку, как я вам и говорила, есть такая вкладка, которая называется «Участок». И здесь есть все, что рекомендуется поставить на улицу. Вот у нас имеется точно такой же стульчик. 320 символиончиков он стоит. И я бы хотела, чтобы Франческа... Ты долго там еще будешь мастерство свахи изучать? Блин, только наполовину изучила. Ну ладно, пусть сидит тогда дома изучает. У нас, кстати, уже половина весны, что ли, прошло. Не знаю, но пишет, что осталось три дня. Ну зачем ты в эту вонючую комнату поставил тарелку? А лучше бы ты это вообще убрал в холодильник, потому что оно может пропасть. Велорумчик кушает у нас тут, понимаете ли, отдыхает на свежем воздухе, поедает непонятную какую-то еду, приготовленную нашим дворецким. Я просто что-то этому дворецкому не доверяю после вчерашнего. Ну, может быть, он вчера себя чувствовал не очень хорошо. Будем надеяться, что сегодня будет у него получше все. И с готовкой, и со всем остальным. Давайте мы бабочек, что ли, половим. А что делать-то? Лови бабочек. Деньги не приносишь, так хоть, может быть, бабочку продадим. А то вообще, какая от тебя польза, Велорум? Мы тебе вообще... Вот, пришел, живешь тут за счет Франчески. Давай хоть бабочку, может быть, редкий вид поймаешь, и мы ее продадим и как-то компенсируем то, что ты у нас живешь. Вот, смотрите, что-то ловит уже. Поймал? Не, нифига не поймал. Ну, сейчас еще, может быть, поймает. Так вот, я хочу... О, поймал! Ну, что ты там поймал, дорогое? Нет, я не знаю, как его посмотреть, и куда ты его несешь. А, он дальше будет ловить бабочек? Нет, вроде бы не будет ловить. Наверное, пошел хвастаться, что он поймал бабочку, да? Или нет? Не, не хвастаться, пошел поставить сюда. Ну, и нафига нам надо эти бабочки здесь? Давайте посмотрим. Баночка с жуками. Не удается удалить. А что нам делать-то? Смотреть и отпустить? Ну, и нафига нам смотреть? Я думала, что мы их продадим. Может быть, мы можем их... Да, мы можем их сюда и можем их продать. Или не можем? Ай, капец какой-то мы не можем их продать. Ну, это вообще подстава. Я теперь их поставить еще и не могу. Или могу? Да, могу поставить. Ладно, пусть пока постоят здесь эти бабочки. Если вы знаете, как их можно продать, то напишите. Если их продать нельзя, то тогда мы их отпустим. Ну, зачем мы будем их мучить в баночке? Я думаю, что им не очень хорошо. Пока пусть несколько серий побудут. А потом, если их продать, к сожалению, нельзя, то мы их отпустим. Ну, что, выпить хочешь? А нифигашеньки тебе выпить. Не работаешь, ничего не делаешь. Иди навыки, что ли, качай. Я не знаю, какой навык нужен будет учителю, но подозреваю, что это логика. Ой, нам и денежки надо бы собрать. Давайте мы соберем симолеоны, польем. В общем, все наши три деревца обработаем, польем, пособираем. И когда же мы уже, я не знаю, поднимем. Я зря, наверное, дала Франческе это задание. Развивать навык свахи, потому что слишком оно какое-то очень сложное. Навык очень тяжелый, очень длительное время требуется, чтобы его изучить. Ну, что, изучила? Не, не изучила, она просто уже даже сильно устала. Ну, давай, иди в эту вонючую кухню. Дворецкий, ты, кстати, где? А где дворецкий? Он что, ушел? А, не, не, не ушел. Давай, по хозяйству занимайся. Ты видишь, что дома грязнота какая? Ты на кухне еще даже не поубирал. Давай, убирай на кухне. У нас там что-то поломано было. Смотри, какая лужа огромная. Так что, давай, работай. Я думаю, что он свои 200 симолеончиков отработает. Я даже так понимаю, что он 200 у нас... О, господи, довели беременную женщину. Это чего? Ну, ну, что ж такое? Ну, что ж мне делать-то? Ну, ладно, пусть спит прям в лицом, в лицом в тарелку. Это же насколько нужно было устать. Ладно, не буду тебя больше терроризировать. Я вообще хотела сегодня, чтобы она с друзьями своими пообщалась. Ну, как вы видите, что тут совсем не до общения. Вот ей хоть бы в себя прийти. Терминатор тоже у нас спит. А терминатору вообще лафан. Ему только дом нужно охранять от всяких врагов. Но у нас пока врагов нет. О, пришел этот самый Сырокеза. Да, уборщик наш, который только что-то он не выходит из машины. А в машине, кстати, никого нет. О, прикол. Я думала, что у этого самого уборщика привозит этот водитель. А где уборщик? У нас тут, во, мужик с Сырокезом. Сейчас они будут с дворецким ругаться, кто будет мыть. Да, не смогут поделить. Каждый хочет помыть, каждый хочет поубирать. А, лужу они не могут. Они не могут вытереть лужу, потому что им ванна мешает. Блин, ну вы даете, чуваки. Ну, вот так вы давайте вытирайте. Я вообще не знаю, почему так получается, что вода расплескивается. Франческо до сих пор спит лицом в тарелку. Нужно будет ванну. Наверное, я поставлю впритык все-таки к этой стене. Так, чуваки, пошли вон отсюда. Я из-за вас сейчас не смогу поставить сюда ванну. А, куда, куда? Блин, быстрая промотка от чего-то пошла. Наверное, велорумчик спать улегся. Так, я хочу вот так, наверное. Нет, не так, наоборот. Вот так. Я просто боюсь, что если кран будет сюда, то не смогут Симы использовать ванну. Надеюсь, что смогут. В общем, поставлю пока ванну так, а потом посмотрим. Так, Франческо у нас до сих пор дрыхнет вот таким вот наглым образом. У нее, кстати, уже все красное. Боже мой. Да давай ты доешь уже. Ну, у тебя уже бодрость нормальная. Да, проснулась. Говорит, где я? И что это такое? Доешь, пожалуйста, свою еду и потом отправляйся спать. Что-то мы совсем ее замотали беременную. Давай, доедай, доедай. Все, покушай и иди спать. Так, телефончик звонит. Веларум вообще наглый такой. Кошмарище. Иди давай, трубку бери. Пусть он возьмет трубку. Посмотрим. Я уверена, что это звонит Гарри. Да, Гарри же его зовут. Это вот этот вот бармен. Смотрите, у нас есть Алексей, снежный человек. В друзьях. И мы можем позвонить. Видимо, и пригласить его можем. Прикол какой-то. Интересно, что он приедет? На чем? Интересно, на чем он приедет? Он, наверное, не приедет, а пешком придет. По-моему. Ну, вот я так и знала. И, слушайте, он Франческу может? Франческа, говорит, может подойти? Не может. Говорит, пошел вон. Она беременная. И вообще, Веларум с ним выпить хотел. А он тут Франческе звонит. Непорядок какой-то. Давайте мы сами позвоним этому Гарри. Немножко повысим с ним отношения. Потому что у Веларума реально друзей нет. Пусть он дружит тогда с этим Гарри. И потом, может быть, с Парамоном еще отношения поднимем. Вот, я бы хотела, чтобы они все-таки распили эту бутылочку. А то стоит такая прям и просится. Да, а то вот дворецкий, он такой наглый. Он возьмет и выпьет все. И Веларумчику ничего не оставит. Ну, Франческе просто нельзя. А Веларуму можно накатить. И, в общем, можно пригласить дружбана. И, в общем, наверное, да. Мы пригласим к себе Гарри. Или Парамона. В общем, кто согласится, тот и придет к нам. Попробуем сейчас дать действие, чтобы пришел персонаж. Но, если не придет, тогда придется еще сильнее дружиться с ними со всеми. А это очень-очень долго. О, кстати, я вспомнила. Мы же можем пригласить... Что такое? Мы можем пригласить Гарри. У нас же есть очки. Я забыла уже совсем. Я же давным-давно купила за баллы счастья нам очки. И ни разу их еще так и не использовала. В общем, если мы одеваем эти очки, Сим их одевает и общается с кем-то другим, то отношения повышаются быстрее. Ну, в общем, очень полезная штука. И я бы хотела, чтобы Франческа одела эти очки и пообщалась со своими друзьями. Но, видите, она спит. Я больше не хочу. Не то, что больше, но пока не хочу использовать код на потребности. Потому что, ну, вообще с кодами играть, оно неинтересно. Иногда просто нужно ввести код. Когда вот сегодня, в прошлой серии мы были в магазине, пришли за свадебным платьем, а денег не хватило. Ну, что ж, домой возвращаться? Домой возвращаться не хочется. Поэтому пришлось нам начитарить немножечко денег. Ну, а так, конечно же, я предпочитаю все-таки зарабатывать самостоятельно деньги. Да, ну, так и играется интереснее, когда сам зарабатываешь. Так, велорумчик, ну, что ты приглашаешь Гарри на это, на бутылочку? Говоришь, у меня тут со свадьбы еще тут 5 грамм осталось. Говорит, приходи, говорит, обсудим. Одно дело. Обсудит. Вы обсудите. Может, Гарри тебя пристроит куда-нибудь? О, смотрите, они уже друзья. Ну, все, я отменяю тогда действия болтовни. Потому что, по идее, если они уже друзья, то он должен к нему в гости прийти. Вот. Ну, и пусть тогда опрокинут по стаканчику. В общем, пусть велорума тоже будет друг. А то как-то нечестно получается. У Франчески друзья есть, а у велорума никого нет. Вот пусть он с Гарри подружится. Я надеюсь, что Гарри с собой никого не притащит, что сам придет. Вот я так и знала. А можно я приду с другом? Ну, вот я как наружу твою смотрела, так и чувствовала. Здорово. Приведу себя в порядок. Сразу же приду. А ты что, не в порядке? Ой, дождь пошел. Терминатор, я тебя прошу, иди на улицу. И потому что я чувствую, что сейчас что-то будет. Потому что вот это друг, что ли? Я надеюсь, что это не друг, это подросток какой-то. И он идет совсем не к нам, да? Или к нам идет. Это что, дружбан Гарри? Так, а ну, терминатор, сразу наводи порядок, сразу нашипи и набросься. Не, вот это друг, это подруг походу даже больше. Ну ладно, посмотрим, кто к нам сейчас домой пойдет, тот и друг. А терминатор уже шипит и набрасывается на этого пацана, потому что нефиг тут лазить. Что ты ходишь? У нас дождь, а ты в окна заглядываешь. Пошел вон отсюда. Так, Велорум идет встречать своего друга, который пришел тоже со... Ну ничего себе, ну вы видели? Вот он как знал, куда его приглашают. И такой, типа, скромняшка. Я, говорит, пришел в гости, а сразу бутылку увидел и решил накатить. Вот наглый-то какой. Я думала, ты подождешь Велорума, вы там за здоровье за чье-то выпьете. А какое здоровье он увидел и сразу же сейчас все выжрет. Ух ты, гад какой. Ну ладно, Велорум, ну вот такие вот у тебя друзья. Иди давай к своему другу. В общем, да, привел он с собой подругу. Терминетер-то там где? Разогнал всех. И тут мужик еще ходит. Че он тут ходит? Пойди на него на шипи. Мы его не приглашали. Ну это типа, куда ты пошла? Ну давай уже с тобой дружить. Сейчас Франческа с тобой будет дружить. Франческе нужны друзья. Давайте, Каролина. Что такое? Ой, животик увеличился. У нас пошел, ребята, третий триместр. Боже, неужели? Неужели скоро родится ребенок? Я очень хочу, чтобы он родился в следующей серии. Буду на это надеяться. Когда у нее увеличился первый раз животик? В прошлой серии или в позапрошлой? Не знаю. Но у меня в серии обычно минут по 25 идут. Я надеюсь, что в следующей серии он родится. Так, давайте мы поприветствуем эту Каролину. Но, правда, блин, у нас потребности очень плохие. Ну, приглашаю ее войти. Да, дождь идет, я знаю. Предложить, предложить отдать питомца. Фигушки тебе, а не питомца. Гарри, ты что, уже выпил и все? И уходишь, что ли, быстро как-то он? Так, Франческа, давай-ка ты у нас пойдешь в ванну, потому что ты себя плохо чувствуешь. Выпил уже, наверное, виларом или даже не пил, но уже улегся спать. А Гарри у нас, понимаете, наверное, бутылочку опорожнил и говорил, все, говорит, я пойду. Говорит, какой котик у вас, говорит. Ик забавный, и кает, наверное, тут у нас уже напились. Они с друганом своим, с подружкой. Все, Христофор больше не друг семьи. Смотрите, они играются даже. Ну, давайте пусть, как бы, наверное, девушек наш терминатор любит больше, чем мужчин. Хотя он и на бабок всяких шипит. Ладно, давайте вот, вроде, милая девушка, давайте мы с ней, вроде, подружимся. Ну, нельзя же терминатору со всеми портить отношения. Должен же он дружить хоть с кем-то. Вот пусть с этой симкой подружится. И вообще нашей Франческе нужны подруги, поэтому могли бы мы с ней подружиться. Ну, что ты, мужик, что вы вообще все под дождем стоите? Терминатор, это не дело. Что тут под дождем сидеть? У нас весна, дождь. Иди вообще, наверное, покушай. А симы пусть как хотят. Хотят, заходят домой. Хотят, не заходят. Франческа у нас купается. Смотрите, у нее присоединится к тосту. А интересно, кто будет тост произносить? Я что-то подозреваю, что это кто-то из этих. А может быть и нет. Неужели, Тимур, ты что, собираешься? А, не-не-не, он вроде порядочный такой. Но если порядочный, то, я не знаю, приготовь нам еще что-нибудь вкусненькое. У нас Франческа беременная. Мог бы приготовить какое-нибудь полезное блюдо. Ну, ему пофиг. У нас вообще еда-то есть. Так, давайте мы ее покормим. Нет еды? Кошмар. И он ничего не готовит. Вот нахалюга. Ничего не готовит. А бабочки-то пропали. Ребята! Они что, умерли? Кошмар какой-то. Или они спят? Я надеюсь, что они спят. Но как-то обидно. Вот блин. Я думала, что... Ну-ка, еще капец какой-то. Ладно, я не знаю, ничего не помню про бабочек в Sims 2. Давайте мы их уберем. Наверное, выбросит она их. Вот блин. Замочили бабочек, сами того не зная. Я, честно говоря, думала, когда Велорум ловил бабочек, я думала, что он их продаст. Но, видимо, нет. Видите, уже отпустить действия нет. А нет, есть действия. Отпустить. Но что-то как-то они не полетели. Да. Ну, в общем, да. Лучше бабочек не ловить. Потому что фиг их продаж. А, гости у нас тут вовсю развлекаются. Терминатору что-то не очень нравится. О, давайте мы применим команду умри. А как эту команду применять? Капец какой-то. Я не могу ее применить к нему. А, я знаю, кто сейчас это сделает. Это сейчас... Велорум, ты можешь сказать? Иди сюда, Велорумчик. Она упала. Сейчас Велорум скажет Терминатору, чтобы он умер. И посмотрим на реакцию гостей. Как они там аплодировать, может, будут. Давайте... О, боже мой. Какая у нас сегодня гроза. Я надеюсь, что ведьма не пришла. Смотрите, какой дождь. Весна. Потому что сейчас Терминатор продемонстрирует нам свои умения. И помрет тут на глазах многочисленной публики. Ну, публике, по-моему, вообще все равно. Публика танцует. Давай, покажи, как ты у нас помирать умеешь. Что-то он как-то не совсем эту команду выполняет. По-моему, он больше царапает и играется. Играть в дразнилки. Какие нафиг дразнилки? Мы тебе научили команде умри. Так, пожалуйста, будь добр, умри. На несколько секунд. Покажи, что ты умеешь. Не позорим. Мы же так тренировали. Смотрите, как он... Ну, вообще, молодец. А бабе пофиг. Тут кот помирает. Она выплясывает, танцует и хоть бы что. Ну, все, ребят. Буду я, наверное, заканчивать серию на этом. Всем спасибо за внимание. Блин, что нам есть теперь, я не знаю. Придется самим готовить. Все, ребят. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.